Шопоголики, всем привет! Сегодня у нас будет обзор той самой необходимой вещи, которая нужна всем, начиная с осени и до целой весны. Это палантино и теплые шарфы. Расскажу сегодня про мою коллекцию, про мои любимые шарфы и шарфы, любимые наших шопоголиков. Итак, давайте, не будем медлить, давайте начинать. Итак, начнем мы с вами с гучи. Засмотрите это видео до конца, потому что в конце я покажу, как мы можем сочетать с разными видами верхней одежды. В общем, смотрите до конца. Итак, поехали. Гучи Палантино. Одна из самых, наверное, востребованных вещей в Аутлете. Гучи, потому что мы ее, мне кажется, за все года наших шоппинг-марфонов столько перемоговали, вы даже себе не представляете. Смотрите, этот шарф, он квадратная форма, но в Аутлете также существует и прямоугольная форма. Размер у него, вот так вот я себе закрою, 140 сантиметров на 140. Состав. 80% шерсть, тонкая шерсть. Даже на первый взгляд кажется, что там нет шерсти, но на самом деле он не состоит из шерсти и 20% шелк. Удлиненная форма, таких же шарфов с монограммой, у них уже 70% шерсти и 30% шелк. То есть они чуть-чуть потоньше, но на самом деле это не сильно ощущается. Также в коллекции есть более тонкие варианты палантинов. Они уже состоят какие-то из вискозы, какие-то состоят из модала. Ну, в общем, коллекция на самом деле разнообразна. Давайте, наверное, поговорим немножко о цветах. Прикрепляю фотографии, какие оттенки есть, потому что их великое множество. Но, наверное, как мой оттенок, такой, знаете, серо-коричневый, и на самом деле он не коричневый, и он не серый. Это что-то между. И многие путают сначала, когда видят, что при одном освещении он по одному смотрится, при другом освещении по другому. Не понимают, какой же все-таки цвет. Да, он такой хитрый хамелеончик, но на самом деле это, наверное, самый базовый оттенок из всех, которые есть. Если обратить внимание на расцветку, то мы видим, что по диагонали у нас идет полоса. И еще главное, наверное, преимущество палантинового гуччи, то, что их можно носить с двух сторон. То есть передняя сторона у нас такая будет более темная, а оборотная сторона более светлая. Это, кстати, очень здорово, потому что его можно складывать по-разному. Мы можем носить его одной стороной впереди, треугольником. Например, даже сделать шар. В общем, сейчас я наглядно покажу. Вложу треугольником, наверное, самый классический вариант именно палантина, потому что он такой большой. Можно его широко обвязать вокруг шеи. Мы вот так делаем, такую гармошечку легкую. И начинаем заматывать вокруг шейки. Раскладываем объемно, чтобы создать вот этот красивый объем, легкую небрежность. И тут мы можем либо оставить кисточки, которые остаются у нас по краям, просто болтаться, да, свободно. Либо мы можем, например, завязать узелок впереди. Можно даже такой двойной сделать узелок. Либо, если мы не хотим, да, чтобы у нас впереди тут видно было вот этот узелок, мы можем просто выпустить всю переднюю часть, вот этот весь большой треугольничек вперед. И как бы тем самым перекрыв и спрятав этот треугольничек. Это был первый вариант. Единок, кстати, способов украшать сумки, потому что я много видела даже среди наших швагольников, кто повязывает около ручки, да, на сумку у ручки, и тоже смотрится здорово. Теперь давайте я вам покажу фишку, как можем сделать из квадратной шали, из большого размера шали, сделать прямоугольный шарф удлиненной формы. Мы просто будем складывать с одного конца треугольничка ту ширину, которая нам нужна у шарфа. Мы будем сворачивать с вами с одного уголка, и у нас получается такой длинный шарфик. Вот видите, он у нас становится таким длинным шарфом, и мы уже можем замотать его на шее. Ну, тут уже наша фантазия, как мы будем носить кисточки, оставив так, подвязав здесь, заправив, не знаю, внутрь, вариантов на самом деле тоже масса. Так, здесь у меня другой палантин, который тоже любит наши швагольки, я обожаю. Очень-очень-очень, прям приочень, потому что это из шерсти Мериноса палантин Бербери, квадратная форма, очень теплый. Вы не представляете, когда Меринос касается кожи, он начинает греть, как батарея. Честно говоря, прям действительно начинает работать, включается батарея, становится теплом. Это здорово. Размер у него 110 сантиметров на 110. Он у нас вот такой вот квадратной формы, по окантовке идут кисточки такие небрежные. И обратите внимание, то есть у нас получается клетка, она с темно-серым монохромным участком сбоку, а с другой стороны у нас уже такая более классическая клетка в сочетании коричневых, красных оттенков с белым. Это нам позволяет его сочетать с разными видами одежды, то есть если у вас больше преобладают холодные оттенки образ, может быть, какой-то черно-белый, то тогда вам отлично будет надеть шарф именно стороной черно-белой. Если у вас преобладают более теплые оттенки, соответственно, мы выбираем сторону другую, более коричневую. Но на самом деле коричневая вот эта сторона, клетка, да, мне кажется, уже настолько такой универсальный стал, ну, не знаю, визитная карточка, да, Бербери, клетка такая. Поэтому, в принципе, это такой базовый оттенок, который вообще подчеркнет любой образ и, в принципе, впишется практически во все. Также я чуть-чуть его гармошкой складываю и начинаю заматывать вокруг шеи. И тоже получается такой же более аккуратный вид, потому что мы спрятали, например, кисточку. Как мы можем выносить? Конечно, здесь не так удобно будет, например, свернуть длинный шарф, как, например, Гуччи, да, когда мы можем его сделать длинным, здесь получится он такой более короткий, хотя, в принципе, тоже можно попробовать, просто ваши кисточки, они будут короче. Но он будет также классно, объемно смотреться, то, что сейчас в тренде, в 20-м году. Ну и напоминаю, что все расцветки, варианты, они у нас представлены на нашем телеграм-канале, поэтому не забудьте туда подписаться, если вдруг еще не подписаны. Он называется Клуб Шпаголиков Европа, туда мы ежедневно, можно сказать, 24 часа на 7, выгружаем все обзоры из ботиков, из магазинов и, собственно, делаем там покупки. Клуб Шпаголиков Европа На этом наш обзор завершен. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Напишите в комментариях, какой из палантинов вам понравится больше всего, или, может быть, какой у вас уже есть. И ставьте лайки, если понравилось, буду снимать больше.